Дальний Восток Дальний Восток Женя, можешь показать на камерах? Дальний Восток Калмытия Нормальная тема Реально, вот так Я так понимаю, все святые места Сейчас, мы его сейчас зародить будем У него есть памятка о правах и обязанностях подозреваемых Успел познакомиться с нашим доказательством Он уже осужденный У Сварги суд дал 13-й крови Им с грудня месяца на воле Уже пивро поедем на воле А послухайте еще раз Послухайте Не нервите Денежка, денежка У него еще куча денег У него нахер У него еще куча, куча денег Тебе кто дал? Фектор ВМ, я еще порвал Кто денежку дал? Работы у Сварги Не знаешь? Не один же что Кто деньги дал? Посольство? Посольство отправило тебя гулять? Увиденно А почему? Почему вы не откроете центральный Ну это тут Открывайте центральный Это не я Пускай он открывается Судой Давайте Заведем Вы выпустили его У вас получилось некрасиво Заведем Это все интересно Кладости покоя Давай 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 Так Ай Вот у него распорядок Распорядок его Завтрак, обед, ужин Завтрак СБУ Не знаю Не идет Там монастырь его распорядок Сходится в три Сюда Пусть начальцы выходят и забираете его Пусть Забираете его Давайте Давайте Вы журналисты Вы выпустили этого человека Мы не понимаем вообще Как он оказался В Киеве В мирном Киеве В то время Пока Проходят Постоянные нападения На националистов На ветеранов АТО И мы требуем Чтоб вышел человек Пусть он выйдет сюда Здесь есть двери Сейчас мы его вещи перепроверим Сейчас мы проверим И потом будем с вами Отдадим Они здесь Действительно Они только с этих пальчиками Что на этой карте? Что это? Кого? Когда шел сюда Побриться Побыть где? Вместо побриться Побриться? Ааа Бедолага Вот Рафаэн Босварги на метро Олимпийская шукал где побриться Ему карту намалювали Вообще красота Отец Сергий помогает Я думаю ребят Нужно везти в СБУ И получать комментарии От старших Назар давай Складывай вещи Вот что-то есть важное и интересное Потому что Ты там брился То есть гулял по Киеву Чувак Реально гулял по Киеву Брыться ходил Моторола бы ходил Правду было уже Офигеть Барберсоп Это иконки Тебе СБУ медаль давало? СБУ медаль давало? СБУ медаль давало? Рибин Сепарский адвокат Рибин Подивите Это кто такой? Сепарский адвокат ГРУшников Сепар По-другому Травня там по всей блядоте Рома, ты выключил микрофон? Все святы не выключали Нормально Яблочко Прекрасная история Вот смотрите Журналісты Метро Олимпийское Место, где он привелся То есть чувак ходил по Киеву Адвокат 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 Реально ходил Брыться гулять РУшники всех захищали Дивите У меня на расшире Пускал На цей боковой вход Убирайте вещи Давай сейчас Давай Журнал, додивиться Давай просмотрим Потому что Можно дуть Словисть уже Да-да Я думаю Две минуты, да? Доставай Смотри Доставай СБУ не покажет СБУ не покажет Так что По фотографии детей Ты говорил, что приехал воевать за казаков Ты говорим такое? Это ты ребенок, да? А ты знаешь, что казаки Они с Украины Запорожье Казаки отсюда появились Украина Не Россия Тебя обманули Это твое письмо? Это семейное Все Это все семейное Это двусторонний Фот Я вижу Ну это все семейное Это бисьмо Это неинтересно Пацаны, давайте Складываем Давайте Послушаем версию СБУ Почему так произошло? Давайте Давайте На данный момент В Киеве Я еще хочу всем напомнить Постоянно Происходит Нападение На участников АТО Постоянно Происходит Нападение На националистов И сепаратисты Которые заявляли Что убивали Украинских солдат Спокойно ходят по Киеву Очень интересно услышать Версию Руководителя Руководства СБУ Почему так происходит? Пошлите, пошлите послушаем Серега, дай Давай сложим Максимально закроем Уже есть у тебя, дружище Ронат готов А? Уже не хватало Чуть по гранатам Я ходил по Киеву Вообще прекрасно Походу в Киеве Я думаю Почкованный был Вообще шикарно На обмен не хотел Хотел на обмен? Знаешь Смотри Ты сейчас стоишь в Киеве Тебя даже не бьют Там пощечины Наши пленные В подвалах Без воды Без еды З болезнями Никакого обрития Да, жоп Идем Заходим Ты как плею С наших пленных Снимают кожу Да А потому что его осудили По-другому А мы у меня Снимают А вы или Достанций По-другому Будешь здесь А я правда ведусь Боевых зонбассов. Еще раз хочу напомнить. Наши колонения. Без каких-то зубных пас. Багато колоний думают, что они не признаны. Хворобы, все, ничего не допущены. Ця падлюка на метро Ленфійська Бритця ходить. Про что мы все говорим? Они закрылись. Они как для нас так закрыты. Они до нас приходят? Нет, это какие-то архивы. Они сейчас едут. Обещали, что кто-то выйдет из руководства и объяснить нам. Это же принимание. Это какие-то архивы. Тут принимание. Мы прессор. Куда заходим? Сюда, сюда. Слава нации! Смерть народам! Смерть сепарам! Смерть сепарам! Смерть сепарам! Стой, 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 стой. Ждем руководства. Пускай здесь сюда выходят. Пускай они выходят. Да, да. Ребят, сделайте два шага назад, для того, чтобы вы не могли выйти. Давайте, занимайте места поудобнее. Разверните его, разверните его. Дядь, давай такой скорейный. Где, Грицарь? Чему в отставку пора? Открыть же, что перекрыл. Просто там. Да, да, да. Вот так было, вот так. СБУ выходим! СБУ! Выходь! СБУ! Выходь! СБУ! Выходь! СБУ! Выходь! СБУ! Выходь! СБУ! СбУ! Выходь! Йому ещё адрицака медаль не дали и на то не погано. Насправді. Мы думали уже ему дали медальку. За классное мошкувание, пожалуйста. Сейчас приемные. Давай, какая? Нам не приемного бы надо. Приемные цехи сидит, там клоун, он уже принимал у нас. Приняли, вот, сколько? И вторая десь, роки назад, вот так само тут вот. Приходили по выпущенному боевику, який нічого не получил. Як его звали цього? Заносок потаскали. Праценко, Иван Праценко, персонаж, який из Киева, поїхал в Москву, знал Жилина, знал Біднова, фінансуарик, фінансово-бойовики, вернулся в Киев, все, его СБУ пробачило. Мне срока нічого не получил, но это был просто финансист, який себя признавал. Цей конкретно боевик гуляет по Киеву, а Грисак спокойно тут сидит. Десятки фото. Это просто, это реально, это памятник украинскому СБУ, его немае. Есть в Усварге, о, дивись, он нормально в состоянии, потому что мы его не бьем, мы не зверь. Его, в принципе, треба або убить, або отпустить. СБ его отпустила. Мы его не убиваем, потому что мы хотим, чтобы тут был порядок. Если порядка не будет, ей нужно будет убивать. Ну, что с ним делать? Очень важно заметить, что любого человека, который имеет отношение к украинской армии, а тем более к украинскому добровольческому движению, если бы взяли в Донецке или в Луганске, это мы говорим уже за такие места, я не говорю уже за Крым и за Москву, его посадили бы, его катували бы, его обмучили, снимали бы с него кожу, отрезали бы руку за герб Украины, били бы током и так далее. Человек, вы можете обратить внимание, без одного синяка, у него даже и нос не разбит. И это его взяли украинские добровольцы. Со слов российской пропаганды, самые жестокие и самые кровожадные, вот вы можете посмотреть, что самые жестокие и самые кровожадные сделали с наемным убийцей из Бразилии. Характерно, вот он сейчас православным стал, будучи язычником, боючи за коммуняк. Я подозрю, что от Рафаэлю и таким, как он, от помогает Юрий Тандит, от мы раньше думали, что это какая-то там играя СБУ может быть, вот она играя СБУ. Реально, ну, чепушила убийца, он убивал людей, про это сказал в интервью, гуляет по Киеву. А все эти сидят тут, и они не знают, чем им заниматься, кишевать какой-то там бизнес, и что они делают. То есть, естественно, это памятник Грицаку, от не знаю, его, в составку Грицака надо, Тандиту, Тандиту, Грицаку. Это реально их ребеночек. А вот он тут. Это Рафаэль, человек из Бразилии, который приехал убивать украинских солдат на восток. Он заявлял, что пойдет в Киев освобождать от фашистских захватчиков, и этим самым закончит войну. Человек находился с февраля месяца в монастыре в Киеве, спокойно гулял по городу. В его личных вещах мы нашли бумаги, по которым видно, что он в центре Киева искал, где ему побриться. Хочется заметить, что как раз в эти дни были нападения, например, на моего друга, освободителя... Бойца за Донецкий аэропорт. Бойца за Донецкий аэропорт, Киборга, его ударили в спину ножом, и мы видим, как СБУ реагирует на явных сепаратистов. Все могут легко найти видео в интернете, где он заявляет о том, что он убивал, будет убивать и хочет убивать. Что вы хотите работать с ним за вас? На самом деле, очень плачевно, что наша служба безопасности не готова брать на себя ответственность. Украинские националисты взяли на себя ответственность в начале... ...и до сих пор сейчас пришли, для того, чтобы показать его и требовать, и посмотреть в их глаза, и требовать, чтобы они показали какой-то результат. Надеемся, это будет начало волны, когда вот таких людей, если их можно назвать людьми, начнут садить и начнут заниматься их делами, а не делами националистов и патриотов. Если сейчас его не заберут, а решения в суде не имеют, чтобы его закрыть, что будет работать с ним? Я думаю... Посадим его в СБУ. Пора ему жить в СБУ. Да, но он не велистричит, чтобы... Я думаю, вот тогда поедет куда-то далеко, но точно не домой. То есть вы не знаете, что будет работать с ним, если СБУ не запрасил? Я надеюсь, что такое невозможно у нас в стране, чтобы уже когда так привели сепаратиста закрытого под СБУ, я надеюсь, невозможно, чтобы если его сейчас не возьмут, я уже не знаю, что делать. На самом деле, это очень тяжелый вопрос. Вы меня поставили в тупик. Сырей Филимонов, руководитель национального корпуса в городе Киеве. Ну, ветераны то можете, можете, как угодно. У нас, в принципе, до державных органов доверия нет, но если уже такой резонанс, если уже 70 человек гоняются по Киеву, 15 съемочных групп, камер, журналісти, депутаты... У него санкции не предпочитают быть на домашнем арешке. Ему дал суд 13 лет, там нет ни домашнего арешки, ни подписки. Он должен быть в тюрьме. Это просто прикол. Я его спросил, когда журналист Радио Свободы, который его нашел в Московском Патриархате, он ему говорит, как так? Такое случилось чудо. Адвокат Сепар говорит, что случилось чудо. Это не чудо. Это просто незаконная ситуация. Это не может быть. Его не может быть на воле. Немает такого в украинском законодательстве. Для тех, кто не знает, Рафаэй Лосфарге уже давно идею русского мира захопился. Из Бразилии молодым он поехал в Певно-Африку служить в французском регионе. Там не до служебных, как и большинство. Там текают очень сложные условия. Служб, тек звезде. Потом служил в Сан-Паулу, в своем родном городе, в входной полиции. То есть он был кадровым полицейским. После того, в 2011 году, 7 лет назад, он переехал в Россию. Он тривалий час жив в Россию, читал книжки, захопился идеей русского мира, коммунизма. То есть у него вкладывается прекрасно очень много. Он не любит и Сталіна, и российский империализм, и царизм, и так далее. И кто его не знает. Среди наркотиков, то, что служил в Сан-Паулу, в Бразилии, у себя после службы в Легионе на земле, это точно. И то, что в 2011 году он переехал и тривалий час проживал в Российской Федерации, это точно. Чи он прямо из России, или уже из Бразилии, поехал в 2014 году на Донбасс воювать, невидимо. Но точно известно, что это глубоко идея человек, и он может там, как и дурак, не за гроши, чтобы просто найманцям и сепарам, обычным местным боевикам платили, а он, как идейный дурак, может и за гроши. Потому что он, Мария, захопите Киев, извольните его от Киевского фонда. Он про это откроется говорит, потому что российского он владеет, понимает. Сейчас едут слідчие СБУ его забирать. Сбегоподатели СБУ в середине, они говорят, что тут говорить. Они сами говорят, что ничего говорить не буду, потому что все понятно. Сейчас его таки заберут у нас, но комментарий, почему это произошло, сейчас будет где-то при службе придумывать какую-то байку. Ну, в принципе, я говорю, это памятник Грисаков. Реально, это дедушки, это кукарочки, этим пацанам, это их детство. Дуже не ожидали, реально такого мав, ну, реально не ожидали мы. Ну, я думаю, он где-то ховается посольцем, может, где-то там как-то все. Он ходит по Киеву, стружается на Олимпийской. Киевскую перепечку ехал. В Біловнолеве был. Еще очень интересно, что в период судов, где его судить, одеозный Валентин, не судить, а захищает его адвокат, одеозный Валентин Рибин, он выдавал, что не понимает русскую мову и требовал перекладача. Он уже не понимал, да, уже научился. Еще и перекладач на португальский ему был необходимый, и он выдавал, что он не понимает. Но когда были перервы, он с Валентином Рибином вольно успеховался русской, посмехался, ему было хорошо, пока он не получил вырок. Потом были численные апелляционные заседания, и в результате начинку ему там скасовали вырок. Но все равно, пока не было права на перерозгляде, он не мог права выходить на поле. Потому что, как сказал Евген Карац, его статья не предупреждает домашнего ареста, обязанностей и так далее. Скажи сейчас громко, Путин, поменяй меня. Громко, стань ровно, ровно стань, как офицер. Скажи, Путин, поменяй меня. Что? Скажи, Путин, поменяй меня. Обмен, ты включаешь обмен, хочешь? Обмен, обмен, чтобы тебя обменяли. Путин это президент России. Крым, Путин, поменяй меня. Он определяет, кого менять. Путин, поменяй меня. Громче скажи. Путин, поменяй меня. На коль-либо перед Украиной. Хай стоит, хай стоит, да. Все. Он попросил прощения, он не слабил. Не, на колено надо хай. А его эпидемия? Да хай уже, ради бога, снимал его рыба. Можете выйти какие-то свечи. Да, еду, еду. Поїде якийсь там сейф. Вони ж знаеш, вони ж поки, короче, поїдять, поки не дадут машину. Ну да, вони ж не за деньгами їдуть. Да, да, це ж треба, ого, хто поїде, ого, я не хочу коментар давать. Це ж сіпора, що мені скажуть. Ждем, ждем. Три часа СБУ, що ще буде ехать. Премени не бути. Звездочки на плечах. Треба придумати байку. Три часа СБУ. Три часа СБУ. Треба придумати байку. Треба придумати байку. Треба так, деже не бейте. Уже хай не розкаже, який звичок. Слава, не понимаю, но... Компетитер. Только ты, я рейтен, не буду. Что-то, я рейтен, не буду. Что-то, что-то... А где, какие спуты, вайсики, советские? Что-то, что-то, что-то... Доброе, доброе. Ну, постарайтесь. Ну, не знаю, может, не... Сейчас. Уже есть вода? Не выявили? Да, закрывай, можно держать. Давай, давай, держи. О, я кого-то на сессии. Маленький, перейуйся. Все, я вот, типа, водой не пою. Давай, 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 чтобы мы вманемся. Давай, давай. Ты будешь? Давай, мы же его развяжем. Нет, давай. Националисты, фунта кровава, заставляют тут плечеться... Джан! Джан! Внимай, что мы его водой поим. Вманная хунта. Да, извините, мы сейчас пили в фильме по вопросу. Хочете, вы самим спросите? Да, спросите, спросите, спросите. Только говорите, что он очень сильно стесняется. У него что акцент? У него что акцент? Да, ну, это, там, на бразильском, на российском. За кілька сих людей он сам рассказывает, что он прибыл. Был какие, конкретно убитки, конкретно, там, боевые атаки, зачистки. То есть, это, как бы, не то, что он, там, где-то в ТО был, короче. Ну, конкретно, боевые такие нормальные для наличия. Ярик? 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 А, ну, что я подъем? Сейчас. Сейчас я подстрою на трансляцию. Что ты на сказал? Обычно сами тоже подпишите. Уже СКРИГУ писал, потому что мы так все знаем. Девчонцил его судей. Так как вы его подключите. Более-менее 22 декабря в прошлом году. Более-менее 22 декабря, правильно? Более-менее, точно даты не было. Там говорили о том, что должен быть обмен, вы не знаете, почему его не было? Никакую информацию не получил, ни через украинский авторитет, ни через посолство, ни через адвокат. А что вы вообще говорили, почему вас выпустил? Ничего не сказали, абсолютно. Просто сказали, бери иди. Но вам надо было выбираться в суд, а в средствах? Был в суде. А может вам сказать, что это был за первый суд, что это было и почему этот суд? Это было очень много времени. Момент, когда я был в суде. Громче, говори! Человек, который был до, когда они меня освободили, был два раза, но был без перевозки. Я не понял, что там получилось. Даже не был мой адвокат, который там был, был другой. И один день им только дали мне документы, что они меня освободили, и сказали, пожалуйста, ходите. С вами связывались люди, с которыми мы в этом воевали на той стороне? Нет, у меня нет никакой связи с Никрой. Ни с кем не общаетесь вообще? Нет. То есть вас никто не поддерживает, никаких общений, никакой информации об освобождении? Что из вас, по сути, бросили? Да нет. А вот сегодня вы приехали в посольство. Что нам сказали в посольство? Они сказали, что кроме найти места награждения, ничего не можно делать. Они будут пытаться говорить из украинского авторитета. Большое, чем это, я ничего не знаю, потому что они сам мне ничего не сказали. Я только ждал и ждал. Вы думали, что вы потом вернетесь в монастырь, да? Я думаю, что скоро будут судьи и скоро буду в тюрьме. Я имею в виду, сегодня вы думали, что вы придете в посольство, а с посольства вернетесь в монастырь. Нет. Никакие действия. Я ничего не знаю. В монастыре знали, кто ты? Знаю. Знали, что Терапель Лусваарги из Донбасса. Знали в монастыре. Приходили в монастырь. Горячий паралет проведет. Московский патриархатцы, парапет. И уходим. Пожареете то, что вы приехали в Донбассе? Да, я каю за это. Давно. Уже пожалел. Он уже за мотивацией объяснял, почему он приехал вообще? Ну, вот такой момент. Он уже плохо говорит. Говорит, может, прикидается. Он говорит нормально. Он поехал воевать за казаков. Мама казачки про казаков. Ему казаки подобные герои. Он не знал, что казаки – это украинцы. Он реально советские казаки, думал, что это Россия. Он за них поехал воевать. Чуть-чуть не так. Он коммунист. Он получал информацию из бразильских средств, массовой информации. Сначала он получил информацию, что Майдан – это хорошо, Майдан – это правильно, Майдан – это освобождение людей. А дальше он начал получать информацию о том, что… Мы воюем. Я думаю, он может врать, конечно. Он был в ЕСМ. Он ездил на вагеря ЕСМ в Россию. Он был на Сергея Ерин. Он был в ЕСМ. Он был в ЕСМ. Он был в ЕСМ. Он в нее входил. Он где-то в некоторый период времени после службы бразильской полиции, он начал заниматься протестным движением. Его потянули по российской силе. Он был российским коммунистом в табор. Он помогает. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...